Дорогие друзья, мы находимся в небольшом городке Аскеран и сегодняшний выпуск посвящен именно этому городку. Дальше Аскерана, чтобы у вас было понимание, идет уже Агдам. Итак, давайте, наверное, поговорим о том, где находится небольшой городок Аскеран. Он находится буквально в 14 километрах от столицы Арцаха, города Степанакерт. Проезжая через Степанакерт в сторону Аскерана, вы сперва проедете поселение Иванян. Собственно, вон Иванян. Многие, к сожалению, знают Иванян именно по старому названию Ходжалу. Итак, вы проезжаете через Иванян и уже вон за теми горами начинается Аскеран. Когда ты заезжаешь в какой-то город, то тебя встречает надпись, название этого города. Самое известное такое название это Лос-Анджелес. Наверняка вы это не раз видели в социальных сетях. Но у нас в Аскеране встречает Аскеранская крепость. Собственно, вот тут начинается у нас вход. И вот тут тебя встречает вот такая вот крепость. Стоит отметить, что Аскеранская крепость это верификационная система 18 века. Нужна была для охраны южных рубежей Арцаха. На самом деле, крепость Майроберт дословно с армянского переводится как Мать-крепость. Так как Майра переводится как Мать, а Берт это крепость. Итак, друзья, сейчас мы поднимаемся на саму крепость Майроберт. Вот тут есть у нас вход. Дело в том, что Майроберт можно подняться, потому что верхняя часть, она отреставрирована. И оттуда открываются красивые виды. Вот тут у нас находится вход. И посмотрите, какая это мощь. Собственно, вот сама по себе крепость внутри. Вот так она выглядит. Сейчас я вам покажу, какие виды открываются у нас с крепости Майроберт. Друзья, это, посмотрите, шикарно. Позади меня сразу же можно увидеть город Аскеран. Посмотрите, какая красота. Какие виды шикарные. А вот это уже отреставрированная часть крепости. Вот тут можно проходить. Посмотрите, какая мощная крепость. И стоит отметить, что она достаточно хорошо сохранилась. Конечно же, в Аскеране я не первый раз и не десятый, но в крепости Майроберт я только лишь второй раз. Первый раз я оставался здесь на ночь в палатке. Прямо вот тут. И когда проснулся в 3 часа ночи, это было невероятно, потому что на небе было огромнейшее количество звезд. И это было просто шикарно. Посмотрите, какие открываются виды с этой стороны крепости. Шикарно просто. В основном население Аскерана занимается сельским хозяйством, садоводством и также животноводством. Стоит также отметить, что в городе расположены заводы по производству вина, бренди и безалкогольных напитков. А также архитектурные предприятия, общеобразовательные, музыкальные школы и еще дом культуры, футбольная площадка и больница. Мое имя – борьба, мой конец – победа. Горегинжда. Друзья, сегодня мы находимся в гостях у Давида Габрилиана. Давид является одним из самых мозговитых людей в Аскеране. Это не твои слова, это лично мои слова, потому что так оно и есть. У тебя много проектов, но начнем, наверное, с самого, мне кажется, интересного. Это проект Нахшун Чай. Что означает в переводе «разноцветный чай». Вы сейчас видите некоторое производство, на самом деле там много упаковок. Кроме Нахшун Чая, тут есть еще и сухофрукты и дополнительно еще у нас фруктовые чипсы. Упаковка сама по себе действительно оригинальная. Она в виде деда и бабу, дедушка и бабушка. Вот символ Арцаха. Как это происходит? Вообще, вот в этом чае сколько видов трав? Ну смотри, в каждом пачке там 6 или 5 видов сортов трав. А какие есть, которые человек сразу поймет и будет примерно знать? Ну, допустим, там мята, чабрец, тимьян. То есть там разные виды чабреца есть. Чабрец, который растет в горах, чабрец, который растет в нижних частях. Да, разные вкусы. Да, разные вкусы, потому что у них. Кроме них есть, ну там, не знаю, айва, там и некоторые растения, которые не так уж популярны среди человечества, потому что люди не знают, что это за растение, не знают его химический состав. Но так как мы все изучали, мы работали с там диетологами, с химиками, и мы знаем, что находится в травах, и мы делали такие миксы, которые можно потреблять, и это будет только в пользу человека. Шикарно. За здоровью. Потому что я когда жил в России, я помню, что там был индийский чай, и я думал, что это точно из Индии привозят. Но, естественно, это был далеко не индийский чай. Самое главное, что это настоящие травы. Я лично чай очень люблю, потому что, ну, чай это безумно вкусно, во-первых. Ну, а когда микс с таким количеством трав, ну, это вообще шикарно. Потому что даже я сейчас, даже через упаковку чувствуется запах. Запах. Да. Ну, здесь смотри, есть такие люди, которые говорят, что не надо столько трав смешать, потому что вкус пропадает и так далее. У каждого свое, я, допустим, люблю смешивать. Но здесь есть одно большое, но потому что надо знать, сколько трав, сколько граммов, сколько миллиграммов, с чего смешать. Потому что если смешать там чабрец, тимьян и, допустим, орегано, будет вообще другой вкус, если измениться по граммам, да. То есть, если все взвешено, все вот уточнено через эту схему, да, допустим, там 2 грамма чабреца, 3 грамма мяты, вот сами действительно вкус другой. Давид, вот сколько упаковка вот эта именно стоит? Одна пачка стоит 950 грамм. 950 грамм? Всего лишь. Так, а вот эта сколько? Здесь находится фруктовый чипс. Это продаем мы по килограммам или по граммам. Цены разные. Там есть апельсин, там бананы, киви, не знаю. Ну, я вижу, здесь вкусы приятные. Ну, это как бы такой не арцахский продукт, потому что, ну, естественно, здесь не растет апельсин или банан. Да, да, да. Но здесь растет киви. У нас киви, допустим, вот в чипсах, он местный киви. Растет в Аскериане. Шикарно. Кроме чипсов мы его сделаем, с этого года мы уже продаем фруктовые сухофрукты. Там всякие фрукты есть. Там абрикосы, алча, не знаю, там груши, яблоко. Все это местное арцахское. Вот, собственно, вот здесь. Это что у нас? Это у нас емич как будет? Емич дыня. Это дыня? Да, это дыня. Вот это арбуз. Вот это, допустим, абрикосы, этот алча, там груши, яблоки. И все здесь есть. И кроме этого, здесь 0% сахара. То есть все это экологически чистый продукт. Существуется под солнцем или в сушилном шкафе, там, сушилка, который у нас есть. И без сахара. Потому что это экологически чистый продукт. Я сам не люблю сахар. И вот поэтому употребляем все натуральное. С чаем, вот, во фрукты надо. Шикарно. Друзья, как я сказал, это не реклама. Просто если есть качественные продукты, если есть люди, которые стараются, ну, я считаю, что надо делать все возможное, чтобы продвигать их. Если вы живете в Степанакертии, в Арцахе, в Армении, и у вас есть собственный магазин, или же есть какое-то такое помещение, где вы могли бы поставить стенд, для того, чтобы продавалась продукция Нахшун-чая, ну, не только Нахшун-чая, видите, тут разная продукция. Ссылка на Facebook Давида есть под этим видеороликом. Заходите обязательно, свяжитесь с Давида, вот, и уже договоритесь. Ну, можно попросить гида, он знает, где есть вода, по-любому. Я пару слов нет-нет-да знаю. Ну, вот, проблема решена. Неплохо. А, я прошу прощения, Макаряна, что вы несете? У нас просто диалект немного разный, он не совсем понял. Сейчас, сейчас объясню. Так, нужно выручать друга. Да, согласен, нужно выручать. Так вот, раз сообщить, что в скором времени школа армянского языка Амарас выпустит курс по изучению армянского языка для детей онлайн в любое удобное время. Знаю, что у многих родителей не хватает времени изучать армянский язык, а вот у детей времени полно. И чтобы они не забывали свой родной язык, школа Амарас рада оповестить родителей, что вы уже можете записаться предварительно по ссылке в описании на изучение армянского языка для детей онлайн. Давид, скажи, пожалуйста, какое сейчас население в Аскеране? Сейчас население около 2500 человек. То есть до войны было меньше, получается? Ну да, до войны было 2000 около, а сейчас после войны, так как беженцев много здесь, 2500. В основном откуда беженцы? В основном из Гадрута, есть из аскеранского Ухтасар, да, Шейфов. Еще есть один вопрос, мне некоторые зрители мои задавали. Почему Аскеран не переименовывают Мэй Роберт? Частый вопрос, наверное, ты тоже об этом слышал? Ну да, наверное, сейчас в мере этот вопрос уже обсуждается. Обсуждается, да, но пока что не знаю, почему не переводится или не изменяется. Ну то есть если было бы голосование, ты бы проголосовал, чтобы аскеран переименовали в Мэй Роберт или нет? Ну, наверное, да. Природа, все для художника, в ее глубине наше наставление. Иван Айвазовский А теперь я хочу вам показать летнюю съемку в Аскеране, и сегодняшним героем будет дядь Вреж. Собственно, вы его сейчас видите в кадре. Где он работает, я не могу говорить, но я хочу показать немного его жизнь, она интересна. Это его огород, слева вы сейчас видели инжир, это миндаль. Это мушлума обычная, в Армении и в Арцахе ее обычно называют дзыкыр. А это мушлума японская, она сильно отличается от обычной мушлумы. И ее вкус просто бесподобно вкусный, потому что он просто так тает во рту. Климат в Арцахе позволяет многим экзотическим фруктам расти, в том числе и киви. А это большое дерево лаврового листа. Нужен лавровый лист? А зачем покупать? Вот же он, прямо в огороде. Бери и срывай. Это деревья граната. Граната в Арцахе огромное количество, а в Аскеране их пруд прудищем. В июне гранат только цветет, он поспеет только к августу. Поэтому туристам могут в августе и сентябре срывать гранат, инжир, хурму и остальные фрукты прямо с деревьев. Это собака дядь Врежа, породы Драхкар. Правда, она любит спать в ямах, например, вот в таких. Собственно, эта собака недавно поймала перепелку. Перепелка, как вы понимаете, не выжила. Но дядь Вреж заметил рядом ее яйца. Оказывается, она их высаживала. Он взял яйца к себе домой и поставил их под курицу. И, собственно, вы видите сейчас в кадре маленьких перепелок, чьи яйца чудом заметил дядь Вреж. А это фазаны. Эти птицы дикие. Они опитают в этих краях. То есть можно ехать по дороге и заметить, как он пролетает. Но именно эти фазаны, они одомашнены. Птица сама по себе дорогая. Об этом говорит цена на одно яйцо фазана. В среднем 90-110 рублей за одну штуку. Если так посмотреть, это очень выгодный бизнес, если браться за это дело серьезно. А это маленький фазан. Его цена в первый день, как он вылупляется, 250 рублей в среднем. После уже дороже. Это чики от Мин. Это лишь малая часть тех чик, которых обезвредил дядь Вреж. На этот выпуск у меня ушло более 10 дней. Это сложный формат. Я буду благодарен. Если вы в знак поддержки, подпишитесь на канал, поставите лайки и колокольчик, чтобы не пропустить последующие выпуски. Спасибо. У тебя есть еще один интересный проект. Это все-таки твоя задумка. Это Тигран Блог. Барами все ли это в Ортнете? Каким-то садят Тигран Блога? Да, Тигран Блога это самый назначаемый проект в моей всей жизни. Потому что мы с младшим братом начали собственный блог. Целый, который является распознавание Арцаха в мировой масштабе. То есть мы работаем. Наша главная цель вот это распознавание Арцаха в мировой сфере. То есть мы с Тиграном к этому стремимся. Да, чтобы вы, друзья, сейчас поняли, кто такой Тигранчик. Вот так вот щелкну и Тигранчик здесь появится. Все, одним щелчком у нас появился Тигранчик. Называется на фейсбуке блог Тигран Блог. Там уже почти 9 тысяч подписчиков. 9 тысяч подписчиков это более чем много. Хотя для кого-то может показаться, что это мало. Но тем не менее у тебя есть видеоролики, которые набрали даже 300 тысяч просмотров. Да, стоит отметить, что Тигран начал... Сколько тебе лет было, когда ты начал? 6 или 7? 7. Ну вот, когда мы начали блог, ему было всего 7 лет. Вот ему будет уже 10 лет. В течение этих 3-х годов мы очень сильно работали над Тиграном. Вместе с Тиграном и над голосом, и над камерой. Результат очевиден. Ну да, результат очевиден, потому что если смотреть видео Тиграна, первое видео Тиграна, там он так стесняется камеры, не знаю как, не может говорить. Но сейчас он открыто работает с камерой, знает как управлять техникой, знает как монтировать свои ролики и сам, собственно, пишет свои сценария в основном. И я только как бы так помогаю ему. Режиссер. Ну да, режиссер. Очень интересно, потому что когда старший брат продвигает младшего брата, ну это, во-первых, круто, потому что сама по себе идея необычная, продвигать младшего брата, потому что это дает ему возможность в жизни очень легко пробиться. Почему говорю очень легко? Потому что он сейчас нарабатывает серьезный опыт, и опыт уже почти 3 года, так или иначе, начиная с 7 лет. Поэтому и на телевидении можно очень легко продвинуться, потому что уже обычно люди начинают, не знаю, в 20 лет этому учиться, а здесь мальчик 7 лет. Конечно же, можно и на Арцах ТВ, и на любой армянский телеканал. Если у вас есть социальная сеть в Facebook, то обязательно также подписывайтесь на Тигран Блог. Единственное, конечно, на русском языке ничего не выходит, как я понимаю, да? Ну, есть 1-2 ролика на русском языке, но основной язык блога это армянский. Армянский, да. Нет, Арцахский диалект. Да, то есть основной язык это Арцахский диалект армянского языка, и, конечно же, армянский язык. Но, опять же, это по-своему интересно, потому что тот, кто живет в диаспоре, для них это просто изюминка. Для моих русских зрителей, конечно же, может быть непонятен Тигран Блог, да, что именно показывает, но все равно, для тех, кто знает армянский язык, добро пожаловать. Ссылка тоже на Тигранчика есть в описании под видеороликом. Заходите, подписывайтесь, поддерживайте. Сразу, что бросается в глаза, это дети. В Аскеране сразу же видно много детей. Они играют в футбол, в баскетбол. Хоть они и маленькие пока что, но как раз-таки концентрация детей и что у них сейчас в умах в маленьком возрасте, это может говорить о том, что будет в будущем в Аскеране. Потому что дети это подрастающее будущее поколение. И, конечно же, я сейчас с ними поговорю, потому что получились интересные диалоги. Друзья, я тут встретил еще одного юного блогера. Как раз он сейчас играл в баскетбол. Как тебя зовут? Давид. Давид, да? Ты в Аскеране живешь или в селах? Нет, в Аскеране. В Аскеране, да, живешь? По-русски, кстати, очень хорошо разговариваешь. Угу. Да, стоит отметить, друзья, что у него есть на Ютубе канал. Не знаю, сколько у тебя подписчиков, наверное, мало, да? Тысячу с чем-то. Тысячу с чем-то, но это уже неплохо. А что ты там делаешь? Ну, я снимаю игры в основном. В игры, да, снимаешь? Тебе сколько лет? Двенадцать. Двенадцать лет, да? Двенадцать лет ты игры снимаешь на русском языке или на армянском? На русском. На русском языке, да? Слушай, ну очень круто. Какие перспективы видишь для себя в этой теме? Ну, я думаю, еще до 5-ти лет есть тысяч. До 10 тысяч, да, подписчиков? Друзья, смотрите, я тут увидел, что мальчик катается на вот такой вот самодельной коляске и решил, собственно, посмотреть, как он это делает. Как тебя зовут? Рубен. Рубен, да? А фамилия как? Абрамян Сантурурубен. Абрамян Рубен, да? А сколько тебе лет? Йот-то реконос? Семь лет, да, Рубену? Так. Ты это сам придумал или дедушка помог? Это я сам. Сам сделал, да? Смотрите, друзья. Мальчик сам сделал и сейчас, видимо, без тормозов, да, там? Посмотрите, самодельная. Все, поехал. Я вспомнил мое детство, потому что примерно то же самое делал из того, что валялось в огороде. Вот, мальчик сделал то же самое. Видите, вперед поехал и все. Как тебя зовут? Манвел. Манвел. Давно уже занимаешься баскетболом? Ну, три года. Три года, да? Да. И по-русски хорошо разговариваешь. Сколько тебе лет? Десять. Десять лет, да? Молодец. А вот ребята почему-то камеры боятся. Ты хорошо играешь, значит, в жизни однозначно добьешься чего-то интересного. Удачи тебе. Спасибо. Это у нас орехи, да? Для чего они? Мальчики орехи. Будем делать суджух. Суджух, да? Шикарно. А я ни разу не видел, как делали суджух. Итак, друзья, смотрите. Вот так вот выглядит суджух. Сейчас он будет сушиться. А сколько он будет? Через сколько он будет готов полностью? Три дня. Три дня, да? Через три дня полноценно он будет уже готов. Итак, друзья, смотрите. Тут у нас гранат. Свежий. С огорода. Это один сорт. Вот он. А вот это уже совсем другой сорт. Друзья, смотрите, какая тут хурма. Но это не просто хурма. Это королевская хурма. Размеры, конечно, шикарные. Вот. И все это росло вот на этом дереве. Видите, уже на нем ничего не осталось. Урожай собран. Друзья, итак, выпуск про Аскеран подходит к концу. Но дело в том, что я снимаю выпуски о всех городах Армении, где живут армяне. Дело в том, что это очень масштабная работа и очень сложно физически дается мне это. Но при этом стоит отметить, что с вас, конечно же, идет поддержка. Поэтому я вам очень благодарен, тех, кто меня поддерживает финансово. Если у вас такой возможности нет, то вы можете просто подписаться на канал и распространять сюжеты об армянских городах. Я в них вкладываю душу, потому что хочу, чтобы каждый армянин, находясь в диаспоре, мог знать, что в Аскеране живут такие люди, что в Мартакерте живут такие люди, что в Капане живут такие люди. Это сложно, но поверьте, это интересно. Поэтому я вам всем благодарен, в том числе и за простую подписку на YouTube канал. На сегодня у нас все. Но это не значит, что я с вами прощаюсь, потому что мы уже с вами скоро увидимся. И вы увидите уже полноценный выпуск про другой город Армении. С вами был, как и всегда, Арутюна Копиан. Счастливо! 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 Счастливо!